было вне бюджетных насильных размеров 25% от общей стоимости проекта. Сейчас похоже, что и это изменено, и требуется уже 50% от общей стоимости проекта. Недостатки этих мероприятий следующие. Для исполнителя, ну, вероятно, разница вот с этим постановлением. Здесь субсидия идет не в ВУЗу, а непосредственно, вернее, субсидия идет не предприятию, который хочет осуществить проект и должен сразу выплатить налог на полученные средства, а субсидия идет непосредственно научной организации. Нет ограничения по ВУЗам, хотя участие в ВУЗа дает некое преимущество. Но, тем не менее, это более прямой путь, чем вот этот. Но он характерен тем, что организация научная, которая берется выполнить эти научно-исследовательские работы, попадает в не очень хорошее положение. У нее нет прибыли, потому что по бюджетным деньгам не предусматривается прибыль. Она попадает в достаточно жесткие условия госконтракта. Если она хочет что-то изменить, то достаточно трудно сделать. Для всех проектов, которых участвует государство, не очень определено законодательное право собственности на возникающую интеллектуальную собственность, ну и, наконец, как всегда, требуется очень большой объем отчетной документации, регулярные проверки того, как расходятся бюджетные деньги и так далее и тому подобное. Тем не менее, конечно, суммы, которые будут усмотрены на финансирование, научно-исследовательских работ, значительные. И я думаю, что получение там десятка миллионов долларов стоит ради того, чтобы потерпеть некоторые неудобства, связанные с сочетением этих проектов. Можно, конечно, еще делить риски и с частным бизнесом. А именно, если какая-то компания разработала технологию, которая достаточно недалеко продвинутая, то вы можете купить или саму эту технологию, или саму компанию. Однако, приобретение дальних компаний разработчиков технологии – это отдельный бизнес. И я бы никому не советовал идти по этому пути, потому что этим занимаются профессионалы, которые, в свою очередь, свои риски уменьшают тем, что вкладывают деньги в очень большое количество проектов. Когда одна десятая из этих проектов осуществляется, таким образом не снимаются риски. Ну, кроме того, со стороны венчурного бизнеса существует довольно большая конкуренция в этом деле. Приобретение технологий – это очень реальный путь. И сейчас по нему пошли многие компании приобретения готовых технологий. Но здесь следует указать на следующее. Во-первых, когда вы приобретаете технологию, если вы не специалисты в этой технологии, вам нужна абсолютно профессиональная оценка уровня и стоимости этой технологии. Кроме того, вы должны обратить особое внимание на то, как решены вопросы интеллектуальной собственности. Собственно, что вы покупаете? Когда вы покупаете технологию, вы покупаете документацию. Как в этой документации отражены вопросы интеллектуальной собственности? Кому они будут принадлежать? Нет ли каких-то подводных камней в этой технологии, что потом к вам придут и спросят, что вы купили вообще, говоря, то, что не принадлежало вашему продавцу? Для этого я присоединяюсь здесь к Дмитрию Арсеньеву, который говорит о том, что нужна абсолютно профессиональная помощь, даже если вы приобретаете какую-то готовую технологию. Недостатки приобретения готовой технологии, в общем-то, уже понятны. Если вы купили технологию в области биотехнологии, то у вас существуют достаточно ограниченные возможности для развития и совершенствования технологии. В то время как другие не будут стоять на месте, а будут развивать эти технологии, вы будете естественным образом ограничены в том, что вы уже купили. Ведь понятное дело, что если технология основана на штабе компоценте, который придает, скажем, 100 грамм аминокислоты на литр, то увеличение производительности штаба компоцента в два раза даст вам, вообще говоря, сильные конкурентные преимущества. Получение штаба компоцента – это отдельная задача, и надо смотреть, разрешается ли вам это в купной технологии, и какие у вас есть для этого возможности. Вы можете столкнуться с некоторыми непредвиденными проблемами, а именно с теми проблемами, что фоколизис, который не был актуальным для технологии в одной стране, может стать актуальным на вашем производстве. То есть, все равно необходимо такую технологию, как биотехнология, постоянно поддерживать, совершенствовать и ею заниматься вполне профессионально. Ну и, наконец, существует, конечно, тот риск, что что-то вам не будет, что-то вы не поняли, что-то вы не сумели приспособить к своим условиям. Поэтому я могу, так сказать, с удовольствием констатировать, что вот тот проект, которым мы сейчас занимаемся вместе с компанией «Преасколь» в Белгородской области, он учел эти проблемы, связанные с покупкой технологии, и сейчас мы в тесной кооперации работаем по двум направлениям. С одной стороны, мы помогаем «Преасколь» адаптировать ту технологию, которую они покупают, к их существующим условиям строящегося завода. Это завод по производству резина из продуктов ломокопереработки зерна. А с другой стороны, мы с ними начали работу по созданию новой, совершенно технологии, тоже производства резина. Если мы теперь вернемся к этому слайду первому, то я уже говорил о том, что, к сожалению, у нас нет центра прикладных исследований, которые бы занимались всем вот этим процессом в качестве такого вот единого комплекса. Ну, я позволю себе отнять у вас еще несколько минут и три для того, чтобы сказать, что, тем не менее, в стране сохранился институт, это наш институт был снигенетикой, который традиционно занимался проблемами разработки биотехнологий, начиная от создания штаба продуцента, а иногда и раньше, занимаясь фундаментальными проблемами, и заканчивая поддержкой производства, поддержкой технологии уже на производстве. Сейчас наш институт – это 12 исследовательских лабораторий, это российская коллекция промышленных микроорганизмов, это центр коллективного пользования, научно-образовательный центр, мы знаем журнал «Биотехнология». В институте работает очень высоко квалифицированный персонал, и основные направления его деятельности – это создание высоко продуктивных штаммов микроорганизмов, продуцентов различных соединений, отработка технологий культивирования продуктов, выделение и очистки свежих белков, ну и, наконец, подготовка всей документации и доведение этих технологий до их промышленного использования. Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов заслуживает того, чтобы о ней упомянуть отдельно. Дело в том, что как только какая-то компания запатентовала какой-то новый штамм-продуцент, по законодательству она обязана депонировать его в нашей коллекции. Поэтому в нашей коллекции сохранилось достаточное количество промышленных микроорганизмов, а также довольно очень много просто микроорганизмов, которые могут служить источником биоразнообразия и тем исходным материалом для создания новых штаммов и новых технологий. В истории нашего института было довольно много больших успехов. Практически, я бы сказал, что большая часть производства витамина В2 во всем мире производится на штаммах разработанных в нашем институте, так же, как и производства трианина. Институт занимается многими ферментами, создана технология производства акриламида, которые сейчас используются на заводах и в России, и не в России. В общем, нам есть чем гордиться и что предложить тем, кто хочет развивать технологии в России. Спасибо за внимание. Спасибо. И сразу вопрос, Михаил Ильич. Я правильно понял, вот, в этой госпрограмме, что софинансирование заказчика не означает передачу, условно говоря, эпидетики денег. А эти деньги идут на проект, на свой же проект. Вы это поясните, пожалуйста. Существует два разных механизма. По одному механизму, по 218-му поставлянию, деньги даются тому, кто хочет делать этот проект. Строить завод, условно говоря. И тот уже обязан эти деньги направить в ВУЗ. А ВУЗ уже может заключить договор, например, с Альфом. А кофинансирование? Кофинансирование... Идет же, в ВУЗ идет. Или идет, вот, я строю завод, я хочу лабораторию построить. Да, конечно. То есть она идет именно на мой проект, правильно? Да, это идет на проект, но это считается как ваш вклад в проект. Ну, правильно. Это просто, я показываю, что я проект развиваю и трачу. Да, безусловно, безусловно. Я понимаю, суть, если я строю завод, деньги потрачены на этот биологический завод, я показываю, как своего кофинансирования, чтобы выглубить в плане государства. Да, это очень важно. Еще 20% идет на НИОК. Вы еще дашь, кроме той суммы, которую вы покрываете, 275 миллионов или 300 миллионов, вы должны еще 20% направить на НИОК, на наук. Да, это еще, кроме того, что, вообще говоря, от вас никто не требует вносить деньги, там, я не знаю, в университет или в наш институт. К софинансированию это означает, что вы должны показать затраты на проект в размере под оговоренным условиям субсидии. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Проектная институция отправит. Вот по пункту мероприятий 2.2. Выясните, пожалуйста, кто может выступать и получать в нем этих средств? Может ли выступать, насколько я понял, в проектный институт? Совершенно. Совершенно. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. И вот приятно слышать, что как государство, какая-то, ну, сказал бы, кривая система поддержки, но она начинает выстраиваться, причем приличные суммы. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.